доброго времени суток с вами сергей сегодня я расскажу вам про отправку сеянцев сосны кедровой это кедровый сладник кедр сибирский и кедр корейский первое с чего я начинаю это на даче копаю сеянец а именно сеянец не саженец потому что он посеян и ни разу не выкапывался а после того как вы его посадите это будет уже сажены я привожу город держу вот в таком контейнере сверху мы влажный мох дальше идет сеянцы ниже мох и вода очень хорошо сохраняет влагу так как находится на хранение в холодильнике точка роста у него не идет он спящем режиме так теперь что мы берем мы берем стаканчик стаканчик на дно кладем мох утрамбовываем дальше делаем аккумулятор влаги из агроперлита так сверху опять прикрываем мох утрамбовываем пока стаканчик отставим в сторону дальше берем мох его не абсолютно не сильно толстым слоем раскладываем раскладываем так открываем наши сеянцы у нас заказ 33 сеянца стланника по стланнику у меня к сожалению нету приживаемости статистики по приживаемости после посадки есть у меня статистика по приживаемости по кедру сибирского после посадки это приживаемость 90 процентов то есть из каждой десятки вылетает один то есть я как гарантийный случай на каждые 10 ложку ладу один сеянец сверху кедра сибирского раз два три берем 3 1 кладем запасной ну и так как у меня нет статистики один сеянец кладем еще раз запасным так положили положили сыплем агроперлит добавляем гидро гель а также мы гидро гель кинем вниз стакана еще берем мох закладываем все это дело сжимаем сжимаем и убираем так мы видим стакан они поместились так как заказ небольшой обычно шапкой торчат сверху если я отправляю на по почте россии то убирая в коробочку я убираю в пакет и сверху еще закладываем мхом если просите с деком то за таки отправляю в их ную коробочку так и остается тут мы еще добавим сейчас я смочу все это дело обильно залью водой обильно залью водой и положу вот так на бок чтоб лишняя вода стекла чтоб потом не набухла коробкой не повредить соседние посылки с которыми она пойдет так здесь пока закрываю также когда вы получаете получаете стаканчик ваши действия если погода не позволяет посадить то храните также в холодильнике холодильнике температура примерно плюс 6 градусов вам обязательно заново залить водой также излишка пускай стекет немножко поставить и контролировать контролировать если будет вот в таком случае закрыта мухом то просто обрызгивайте вот этот мох и ежедневно смачивайте запоминайте холодный воздух холодный воздух сушит если у вас будет побольше заказ и стланник или кедр вот так торчит то пожалуйста есть вариант можно проткнуть стаканчик поставить воду либо накрыть пакетом либо допустим поставить на блюдце и накрыть тряпкой но тряпка чтоб касалась в блюдце воды тем самым вода будет подниматься наверх и не будет давать испаряться возможности хвоя вся эта влага делается для того чтоб нисколько пересохли корни а сколько чтобы не испарялась хвоя из влаги ну вот время подходит посадке начнем первое сибирского кедра берем горшок подписываем и обязательно ставим в сторону света так по этой стороне он у вас и будет расти так по этой стороне и будете сажать чтоб его во избежание чтоб его не крутило сейчас сажаем в очень проверенный мною способ кедр сибирский первый у нас здесь плодородная земля плодородная земля кедр растет отлично на плодородных землях а также на супися очень замечательно он себя чувствует спланник 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 вообще неприхотливый он может на каменистых поверхностях жить так здесь у нас плодородная земля и для воздухопроницаемости один к трем добавлен песок песок крупнозернистый без примеси глины закидываем а вот теперь вот так вот слоями добавляем перегной это трава и листья из компостной ямы этот способ уже проверен проверен и очень хорошо отзывчиво на него растут кедры все утрамбовываем утрамбовываем потому что весенний снег он все равно вдали все равно вдали опять слой компоста слой компоста слой земли горшки я использую от 3 до 5 литров больше пока не надо теперь накладываем грунт по целой и вот так в разные стороны разводим грунт берем сеянец кедра и начинаем потихонечку вот так возвращать грунт на место притрамбовываем так теперь мы видим чуть-чуть корневая шейка засыпана слегка подтягиваем вверх это очень важный процесс все утрамбовали первый способ мы посадили по кедру сибирского у меня есть статистика это один из десяти на вылет то есть 90 процентов приживаемости забыл добавить перед посадочкой замачиваем минут на пять на десять в растворе корневина потом же этим же раствором проливаем и сверху обрабатываем хвою уже раствором эпин экстра по инструкции так вторая посадка по слонику у меня еще нету к сожалению статистики приживаемости но вторую посадку мы используем вот такие вот сосновые шишки в качестве аккумулятора влаги впоследствии они потом станут также перед ноем да забыл сказать у меня в больших количествах сажаются Я не использую агроперлик в пластики, потому что для меня это дорого в больших количествах. Вам рекомендую также добавлять агроперлик. Гидрогель, гидрогелевые шарики не рекомендую, по причине, потому что гидрогель сжимается. Вот, представляете, у вас вот такое потом пространство сожмется до 3 мм. То есть у вас окажется корень воздушной прослойки, а воздух сушит. А агроперлик использовать самое то. Вставляем опять шишки. Они у нас первое время будут служить аккумулятором влаги, а потом органическим удобрением. Время посадки оптимально до начала вегетации, до начала. Если здесь уже почечка пошла, ну ничего страшного, потому что я ее только что посадил. Все, федор сибирский я уже не отправляю. Почка пошла в рост. А вот у скланика еще почка стоит на месте. Так, то же самое. Рукой по бокам развожу грунт. Вставляю. Сейчас углублю чуть-чуть. Так, вставил. У меня одна рука. Мне чуть-чуть по проблем не работать. Вам проще. Так, присыпал. Обжал. Так, то же самое. Корневая шейка засыпана. Подтянули. Аккуратно вверх подтянули. А вот теперь все. Притрамбовали. Юг, южное направление. Все. Готово. Остались вопросы? Пишите, отвечу. Продолжение следует. Субтитры подогнал «Симон»